Лайка-собака, виды как выглядят, описание породы. Лайка, это невероятная собака, обладающая охотничьими, пастушьями и охранными навыками. Представители данной породы живут рядом с человеком на протяжении долгого времени. Разные виды разводились почти во всех уголках планеты. В данной статье рассматриваются особенности породы, содержание и уход. История происхождения и предназначения породы Порода лайка имеет долгую и интересную историю. В своих генах она имеет родственные связи с шакалами и волками. Внешне это даже проявляется. Впервые представителей данной породы можно встретить в истории Древней Руси. Порода собак лайка не только занималась сопровождением людей, но и помогала на охоте представителям знати. Животных использовали для травли кабанов и даже медведей. Лайка-самоед Нельзя сказать, что разведением данной породы занимались специально. Рожденные щенки имели все необходимые качества. Официально порода была зарегистрирована только в XIX веке. С этого времени лайок стали делить на три основных вида. Ездовая Пастушья Охотничья Первый тип является наиболее распространенным. Это достаточно крепкие тяговые псы. Вторые использовались для охраны стада. Последние, на текущий момент, являются наиболее малочисленными. Их уникальные качества позволяли использовать питомцев на охоте как на мелких, так и на крупных животных. Стоит знать. Данная порода имеет наименование собака-космонавт, поскольку является первым животным, которое было выпущено на орбиту Земли. Характеристика и способности породы лайка Описание породы лайка Прямая осанка Мощный скелет с хорошо развитой мускулатурой Череп имеет средний размер и клинообразный Уши Треугольной формы, торчащий вверх Хвост пушистый, закрученный кольцом В зависимости от вида, представители имеют самый разный окрас Чаще всего встречается белая лайка, рыжая или серо-белая Шерсть средней длины, густая, с подшерстком, на ощупь жесткая Подшерсток располагается плотно, что позволяет животному выдерживать сильные морозы На шее и плечах, густой воротник Габариты средние Самцы в высоту достигают 52-58 см, самки 48-54 см Общие черты во внешности лайок Как уже говорилось, существуют разные виды собак-лаек Перед тем, как приобретать животное, стоит ознакомиться с особенностями разных представителей породы Один из самых интересных видов – это самоедский Внешне данные псы обладают густой, пушистой, белоснежной шерстью Самоед достаточно добрый и преданный друг, который с удовольствием будет жить рядом с человеком и членами его семьи Русско-европейская лайка Специально выведенная охотничья разновидность Имеет основной цвет меха черно-белый При этом любой из цветов может быть преобладающим Как выглядит лайка Вес взрослой особи от 18 до 23 килограммов Рост 54-58 для самцов и 48-54 для самок Крепкое, поджарое телосложение Медвежья карельская лайка Внешне данный вид имеет схожие черты с русско-европейской лайкой Карельская используется для охоты на крупных животных, таких как медведи, лоси или кабаны Окрас меха черно-белый Важно! Лайка собака карельского вида плохо ладит с другими домашними животными Рекомендуется держать ее в отдельном загоне Медвежья карельская лайка Лосиная норвежская лайка Данный красивый гладкошерстный вид лайки, как можно понять из названия, является Прекрасным помощником в охоте на лося У норвежских лайок достаточно звонкий лай, поэтому подают сигнал хозяину на большом расстоянии и удерживают добычу до его подхода Норвежский пес относится к менее крупным В высоту питомца достигают 46-50 сантиметров Вес до 15 килограммов Цвет шерсти серо-черный Отдельно выделяется маленькая черная лосиная лайка Существенное отличие – это полностью черных мех Восточно-сибирская Восточно-сибирская собака обладает наиболее крупными размерами и чаще всего относится к служебным Рост 57-64 см Вес 25-35 килограммов Шерсть имеет черный, голубой, белый, бурый, пятнистые и рыжие окрасы Данная разновидность лайок отличается ярко выраженным охотничьим инстинктом Хорошо подходит для несения дворовой службы Западно-сибирская Или чистокровная лайка Имеет стандартный, во всех отношениях, вид Цвет меха-серой-белый Северная лайка-рыжая с основным белым оттенком также относится к данному виду Подобные псы могут держаться дома в качестве домашних любимцев Однако в данном случае следует помнить, что все лайки достаточно активны и им необходимы ежедневные длительные прогулки Норвежская Одна из древнейших Она еще может называться карликовая лайка Имеет сравнительно небольшие размеры Мальчики вырастают до 46-49 сантиметров, а девочки до 43-46 Распространенные оттенки шерсти у мини-лайки – это черный или серый Мех грубый, иногда может завиваться, образуя небольшие кудряшки Якутская лайка Якутский пес также является одним из древних представителей Сибирский народ выводил их на протяжении долгого времени для основной цели – впрягать в сани Животные также помогали на охоте и защищали своего хозяина Финские шпицы, финская лайка Разводились на территории Финляндии и Карелии Несмотря на странное название шпиц, данные животные никогда не рассматривались в качестве декоративных любимцев Длинношерстный, невероятно красивый зверь также на протяжении долгого времени усердно и преданно служил человеку Имеет отличительный цвет меха Он может быть коричнево-рыжим или насыщенно огненным Финский шпиц Чем эти животные отличаются от хаски? Не стоит путать лайку с хаски или китайским псом Они имеют похожий окрас меха и даже общие гены Однако, несмотря на внешнюю схожесть, данные животные относятся к разным породам собак Основные отличия Хаски гораздо крупнее и мощнее лайек Лайки имеют круглые глаза, в то время как хаски миндалевидные Считается, что северные псы по своей природе более сдержанные и уравновешенные Хаски же просто переполнены энергией и готовы к постоянному движению Схожих черт также достаточно много Именно по этой причине представители данных пород нередко скрещивают, получая тем самым интересных и выносливых метисов Классификация по назначению Как уже говорилось, данная порода собак имеет три основные классификации, в зависимости от назначения Пастушьи-псы К ним относятся такие виды как Ненецкая Норвежский бухунт Ездовые В данную категорию входят Гренландская Канадская эскимосская Самоед Сахалинская Якутская Охотничьи, наиболее крупная квалификация К ним относятся Русско-европейская Восточно-сибирская Средне-азиатская Западно-сибирская Карело-финская Карельское медвежье Норвежское Ямтхунд Лайки ездовые Воспитание и дрессировка лайки Щенки и лайки дрессируются с раннего детства Владельцу необходимо обучить животное основным командам, которые оно будет выполнять беспрекословно Основы начинаются с послушания и хождения на поводке Чуть позже животное следует обучать таким основным командам, как лежать, сидеть, камне, апорт и так далее Дрессировать питомца лучше всего на свежем воздухе Рекомендуется выезжать в лес, на природу или хотя бы посещать специальные собачьи площадки Важно! Нельзя кричать на собаку или проявлять к ней агрессию Лайки достаточно умные и грубости они не потерпят В худшем случае человек получит своенравного и совершенно неподконтрольного зверя Охота с лайкой Правила охоты начинают изучаться к тому моменту, как животному исполняется 6-8 месяцев Сначала питомцы берут на охоту на мелкую добычу, кроликов или белок Если животное освоит процедуру охоты на мелких зверей, дальше ему будет гораздо проще Что касается травли крупных животных, то здесь все гораздо сложнее Питомцу потребуются специальные тренировки Рекомендуется обратиться к профессиональному дрессировщику Охота с лайкой Особенности ухода за питомцем В большинстве случаев лайки плохо переносят замкнутые пространства квартир Им необходимо много двигаться, играть и бегать Оптимально держать данное животное в частном доме Стоит учитывать, что питомец без проблем переносит даже самые сильные морозы А вот к жаре относятся негативно Если собака живет на улице, владелец обязательно должен соорудить для нее вольер, защищающий от дождя, ветра и палящего солнца В особом уходе нуждается мех животного Его необходимо регулярно вычесывать, чтобы предотвратить образование колтунов В период леньки шерсть расчесывается ежедневно Рацион питания и здоровья Хозяину предстоит самостоятельно определиться с рационом домашнего любимца Это может быть как сухой корм, так и домашняя еда Если предпочтение отдается магазинной пище, то лучше всего выбирать корма премиум или супер премиум класса Почему именно так? Дело в том, что дешевые корма изготавливаются из некачественного сырья, из-за чего у питомца могут возникнуть проблемы со здоровьем Если владелец предпочитает готовить пищу самостоятельно, то в рацион обязательно должны входить Отварное мясо нежирных сортов Данный продукт должен составлять 30-50% от всей пищи, которую получает собака Раз в одна-две недели следует давать животному рыбу Лучше всего подойдет речная, также в отварном виде Творог, орехи и сухофрукты также принесут немало пользы организму домашнего любимца Каши, такие как гречка, перловка, рис, овсянка должны составлять порядка 20-30% от рациона Свежие и сырые овощи, а также несладкие фрукты Важно! Лайки имеют склонность к ожирению Поэтому запрещено давать питомцу сладкое, мучное, копчености и соленья Молоко, кефир и ряженка также под запретом Размножение и продолжительность жизни Средняя продолжительность жизни лайок составляется 13-15 лет Однако все зависит еще и от подвида Специалисты не рекомендуют проводить вязку животного до достижения им взрослого возраста Лучше всего разводить щенков к тому моменту, как взрослой собаке исполнится один год Знакомить мальчика и девочку рекомендуется на нейтральной территории Если собаки будут у себя дома, вне зависимости от того, у самки или у самца, они могут начать проявлять агрессию Достоинства и недостатки Чтобы определить, нужна ли человеку дома лайка или нет, следует ознакомиться с основными достоинствами и недостатками данной породы Что можно сказать о плюсах Животное обладает уникальными физическими данными Оно выносливое, хорошо переносит морозы, активное Обладает охотничьими инстинктами, острым нюхом, слухом и зрением Спокойный и дружелюбный характер С заботой и преданностью относятся к хозяину и членам его семьи Лайки неприхотливы в содержании и уходе Недостатки данной породы Часто проявляют упрямство и свободолюбие Если животное содержится в собственном доме на улице, стоит позаботиться о высоком заборе, поскольку питомцы нередко убегают Густая Шерсть и ленька вызывают массу проблем Нуждаются в ежедневных длительных прогулках и активном отдыхе Живя в доме, часто грызут Мебель и другие хозяйские вещи Как выбрать щенка Брать щенка домой лучше всего из официального питомника Если человек сомневается, можно воспользоваться Должны быть чистыми Щенки лайки Брать себе щенка лайки или нет, решать каждому хозяину следует самостоятельно Надо помнить, что это свободолюбивые и очень активные животные Держать дома их не рекомендуется, а вот на роль помощника на охоте они подходят лучше всего Продолжение следует... Продолжение следует...